А можно рассказать честную историю? Ербов, скажи, пожалуйста, война будет или нет? Я немного не политкорректный художник. Назарбаев, ну, он долгое время был главой государства. Он потерял власть за три секунды. Тридцать лет и три секунды. Трудно вести себя свободно в несвободной стране. Косплей на культ личности Сталина на минималках. Волка-баран, это по-прежнему про Казахстан или нет? Нынешние государственные границы, это государственные границы созданные при Советском Союзе. Культура это способ рассказать народу о том, какая власть. Какой один из смыслов вкладывает в свои работы Ербов? Это десакрализация власти. Добрый день, с вами Дергачев Инсайт. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, отправляйте донаты. А сегодня мы в гостях на выставке Ербола Мельдебекова и Дастана Кажахметова. Дастан выступает в качестве куратора выставки. Как она называется, Дастан сейчас нам скажет. Но, собственно, что-то из выставки вы уже можете видеть на экране. Привет, Дастан! Здравствуй, Вадим! Здравствуйте всем! Выставка называется «Буран-Байконур между Шелковым путем и Млечным». И она посвящена истории и судьбе Центральной Азии. Извините за пафос. Вот Центральная Азия здесь у вас как космический корабль, который застрял вообще в стратосфере или все-таки в космосе и дрейфует куда-то. Вообще вот это понимание Центральной Азии как цельного единого организма, оно откуда идет? Это мнение и концепт художника или это что-то большее? Это мнение и концепт художника основаны на истории. В общем-то, до 20 века Центральная Азия и представляла собой, вот Ербол очень любит говорить, это был единый организм. Да, населенный разными этносами, тюркскими, персидскими, но это был единый организм. Вот те границы, которые были прочтены, ну надо понимать, что вот эти нынешние государственные границы, это государственные границы, созданные при Советском Союзе, достаточно механистичные. Историческая Центральная Азия, Центральная Азия 19 века, но она была скроена, она жила по-другому, нежели сейчас. Поэтому, да, поэтому это вот в том числе и об этом. Одна из работ Ербосына Мельдебекова, которую я всегда с удовольствием вспоминаю, это «Волкобаран». Вот «Волкобаран» такой чудовищный, монструозный образ, который отчасти, наверное, совпадал с образом Казахстана. Вот как тебе кажется сейчас, «Волкобаран» это по-прежнему про Казахстан или нет? Да, я думаю, да, да, это образ общества, образ казахстанского общества, да, как такая сатирическая работа, в котором вот Ербол это общество увидел, как в котором есть и агрессия, есть и злость, и сила «Волка», но в том числе и покорность, тупость барана. Ну и накопление жирка какого-то все-таки. Ну, возможно. А работы, которые центральные, работа, которая центральная, да, то есть «Падение автора» называется, да? Пять версий падения. Пять версий падения автора. А вот ты говорил, что вы ее привезли скрытой и открывали эту работу вот прямо перед самой выставкой. Почему и как вам удалось так долго, скажем так, эту работу не открывать вот до вернисажа? Ну, здесь, если честно, такой особой интриги нет. Вот Ербол, он художник, он серийный художник, он работает с сериями, и вот практически каждая работа, а здесь у нас на выставке девять новых работ, сделанные с нуля, сделанные, разрабатываемые в течение двух лет, некоторые даже больше, на каждую работу существует несколько версий. Практически каждая работа в задумке, в идее, и даже приступая к реализации, к непосредственно такому воплощению, Ербол продумывает сразу несколько версий работ. И конкретно эта работа, пять версий падения автора, она тоже существует в нескольких версиях. Кстати, это можно проследить на буклете. В буклете я написал тексты, тексты тоже я начал писать два года назад еще. В течение этих двух лет претерпел множество редакций, некоторые там по семь-восемь раз текст был переписан. И даже вот можно обнаружить, что некоторые тексты к работам не соответствуют, в общем-то, работе, если внимательно вчитываться. В том числе, кстати, и пять версий падения автора. То есть, одна из версий, например, предполагала не кадрировать вот эту сцену падения, падение сноса памятника в Талдыкургане, вот как она предстала у нас на выставке. А были версии, условно, интернациональные. Ербол хотел каждую скульптуру выставлять, придать ей положение падающей скульптуры, ну, скажем, там, Саддама Хусейна, или падение, там, памятника Ленина в Харькове, или, там, снос памятника Сталину, там, 50, сейчас не помню в каком, в Подмосковье. В конце концов, он остановился на этой версии, такой очень вокальной, очень про Казахстан. В том числе, сам памятник Назарбаева мог быть и не Назарбаевым. То есть, вот, как ты помнишь, первая версия работы, которая называется «Падение автора», которую мы два года назад сделали. Два года назад в Доме 36 была выставка ваша, да, и где вы первую версию, а только с постаментом от Назарбаева, а сама скульптура, скорее, изображала самого Ербола. Да, то есть, это, это, это тоже, это тоже, кстати, вот почему, почему поменялся главный памятник, тогда существовал закон, как ты помнишь, закон о первом президенте, и в отношении Назарбаева нельзя было говорить ничего критического, вплоть до уголовного преследования, вплоть до заключения под стражу и так далее. Мы законопослушные граждане, мы не могли нарушать закон. Отчасти поэтому, кстати, продиктовано то, что вот в первой версии это был сам автопортрет Ербола. Сейчас этот закон упразднили, отменили, но до последнего, до последнего, буквально до последних двух месяцев, вот за два месяца, наверное, Ербол уже окончательно принял решение, что все-таки это будет памятник Назарбаева он будет выставлять. И тут нужно сказать, что еще и мы немного переоценили свои силы, мы думали, что нам потребуется для создания всех работ, трех месяцев нам будет достаточно. Но в результате пять месяцев мы потратили на это. И я не скрою, мы в последние дни просто в дикой спешке, в диком таком режиме работали. Ербол вообще почти не спал. Я спал три часа в сутки последние за три дня до выставки. То есть у нас еще была проблема с монтажом. То есть, во-первых, сами скульптуры могли быть не отлиты к сроку. Они могли быть не созданы к выставке. Честно говоря, я рассматривал несколько вариантов экспозиции. Конечно, если бы мы их не выставили, ну, лично я считал это своим личным поражением. Но если бы мы не успели это сделать, экспозиция была бы совсем другой. Мы бы сделали другие акценты. Здесь бы, например, ну, как вариант, скажу, что выставили бы, например, Каваула. Эту инсталляцию с лапами не то динозавра, не то дракона. Может быть, еще по-другому экспозицию переиграли. Да, действительно, вот буквально за неделю, уже за неделю до открытия выставки вот нам сообщили мастера, которые это отливали. отливали эти скульптуры в Бишкеке, что они готовы и что мы, в общем-то, успевали. Кстати, да, нужно еще сказать, что выставку мы изначально планировали 15 января открыть. Так что тоже были вынуждены из-за того, что не успевали все сделать, перенести на 1 февраля. Вот в таких условиях это все проходило. И плюс еще монтаж сам. Это очень сложно с усилиями 2-3 человек продумать инженерию, чтобы это все держалось. То есть была реальная угроза, что мы эти работы не выставим просто. Для нас это задача максимум, выставить эти инсталляции. Задача минимум, если бы 1-2-3 работ не было на выставке, а такое возможно было бы. Мы бы, конечно, переиграли бы всю экспозицию. При этом достаточно много, я вот был удивлен, что действительно достаточно много было реплик и обвинений в конъюнктурности, в желании пнуть поверженного льва, что вы не высказывались, пока он был при власти и так далее. И даже такое было ощущение, как будто вы все так быстро подтасовали, а вот там начали в Астане памятники Назарбаеву убирать. И в этот раз поставили эту работу с пятью падениями Назарбаева. Ну, здесь, да, здесь нужно сказать, как минимум, что работы делаются долго, и точно вы бы при всем желании так конъюнктурно не успели отреагировать на снос памятников правительством Казахстана, снос памятников, потому что кроме правительства никто же у нас не может сносить памятники, кроме нынешнего президента. Соответственно, в Астане сносят, здесь у вас падение автора. Вот все-таки по обвинению в конъюнктурности что ты можешь сказать? Ну, если честно, я вообще ничего плохого не вижу в идее добивать раненого льва. Я вообще в этом смысле считаю, это прекрасная нормальная идея, и некоторых раненых львов надо добивать. Что касается конъюнктурности, ну, Назарбаев, он долгое время был главой государства, и тут даже речь идет не о персоналии Назарбаева, не о нем как о президенте, как о личности. А если вы обратили внимание, Ербол обращается, ну, вот, скажем, делает фильмы, посвященные Назарбаеву, или делает работы, посвященные памятникам Назарбаева. То есть он обращается к тем моментам вот нашей уже состоявшейся истории, в котором Назарбаев обращается к искусству. Кино — это искусство, памятники — это, по идее, должно быть искусство. Здесь речь идет о культе личности. Здесь речь идет о типе существования власти. Вот наша власть существует, даже говоря, шире, в Центральной Азии. Она создает культ личности. Культ личности — это такой косплей на культ личности Сталина на минималках. Такой очень примитивный, очень такой лобовой, очень такой сделанный, ничтоже сумняшийся, что называется. Вот об этом это речь. А почему ты говоришь, что это примитивно? Что тебе позволяет говорить? Да, ну вот, например, вот этот памятник, который снесен в Талдыкургане, я считаю, вот этот памятник, который сделал Ербол, он гораздо более пластический, лучше решен, чем тот памятник. Это же не копия, это же не один в один копия того памятника, который стоял в Талдыкургане. В Талдыкургане был памятник, вот если вы помните, это был такой памятник мужчины с лицом зрелого мужчины и фигурой юноши. То есть там можно посмотреть, причем там такие ему вытянули пропорции, у него длинные руки, длинные ноги. Это такой стройный, моложавый мужчина. Здесь вы можете увидеть, это гораздо более, ну, что называется, похож. Физиогномический и анатомический гораздо больше похож. Он более реалистичный. Да, более реалистическое решение. Вот это я имею в виду. Еще вот, а что касается вообще памятник, это не сколько о Назарбаеве, это я вот еще раз повторю, это вот о типе существования власти, как она себя понимает. И это не значит, что вот этот тип существования, это вот создание вот такого примитивного культа личности, такого примитивного косплея на культ личности Сталина, что он исчез. То есть власть на самом деле, она хочет, на мой взгляд, она хочет, она хочет сохранить свою сакральность. Что вот эти... Какой один из смыслов вкладывает в свои работы Ербова? Это десакрализация власти. Вот он считает, и я считаю, это очень таким важным месседжем для общества. Власть пытается... Да, она вот сейчас отменяет Назарбаева, но свою сакральность она пытается сохранить. Это мы видим там в отношении Токаева, например. Ну вот если долгое время Назарбаев позиционировал себя как создатель государства, потом он придумал, что он Ельбасы. Да, это вот все фильмы его, это вот просто житие святого или житие бога. Героя, такого мифологического героя. А нынешняя власть, она же от этой парадигмы не отказывается. Она не отказывается от идей собственной сакральности. Вот мы видим там в отношении Токаева такую риторику, рожденную, видимо, в властных пиар-кругах. Он сохранитель государства. Особенно после январских событий это так месседж четко прозвучал. Токаев это президент, который сохранил страну, сохранил народ. Если Назарбаев, он создал народ, он создал государство, вернее. Он создатель сущего, а Токаев это хранитель. Во время Кантара прозвучало от президента Токаева «Власть не падет». И ощущение это было такое, что действительно угроза власти есть. И угроза власти серьезная. Поэтому может быть, скажем, реалистично или мифологично, или еще каким-то образом, но какое-то право, может быть, он имеет на то, чтобы утверждать, что он сохранил власть. Но как минимум после января. Ну, это очень спорно, Вадим. Ну, скажи. Я бы, честно говоря, не хотел углубляться в такие политологические дебри. Нас же интересует прежде всего эсетика. Нас интересует, как власть себя представляет в культуре. Потому что культура – это способ рассказать народу о том, какая власть. И можно рассказывать по-разному. Она рассказывает сказки. Вот моя позиция. Ты говоришь, что при Назарбаеве рассказывали примитивно. Ну, вот я думаю, может, примитивно, а может, так и надо. Это же... А я думаю, что может, так не надо. А как надо? Ну, а можно рассказать честную историю? Вот она всех раздражает. Неожиданный поворот. Вот Ербол рассказал честную историю. Вот он покадрово зафиксировал пять кадров, как снесли памятник. Как снесли памятник Талдыкоргане. Может, это нравится власть. Власть не хочет такого же отношения. Она хочет, чтобы общество воспринимало их как божество, как неприкасаемое. Вот эта идея, на мой взгляд, она ущербна. Судя по тому, что ваша выставка проходит, ее не закрыли, вот эта центральная работа стоит. В общем, власть так или иначе допускает такого рода высказывания. Ну, это... Ну, допускает. Ну, а как она может не допустить? Ну, как не допустить, приехали, замок закрыли, свет вырубили, сказали, у нас санитарный день. И все. Но, мне кажется, репутационные потери после таких действий было бы гораздо больше. А когда они сильно прям нас пугали? Другое дело, что вы выступаете против предыдущего президента, против его репрезентации. И это же самое делает вроде как нынешняя власть. Да, 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 вот тут они могут быть. Вы где-то совпадаете с ними. Да, 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 возможно, возможно. Да, вот в этом смысле, да, я согласен. Я согласен, возможно, по этому моменту прессинга. Он, конечно, есть. Хорошо. Я имею в виду, что он бы мог быть жестче. Да, вообще, просто не дали бы вам ничего сделать просто. И так далее. Пытать, как это у нас водится, да. А вот как раз по поводу прессинга или по поводу все-таки сдержать вашу активность. Можешь рассказать, что вообще было такое или не было? Кто-то обращался, кто-то выходил на тебя, на Ербола, говорил, что, ребят, лучше не надо. Вот что-то такое было или не было такого? Да, конечно, было, конечно, было. Это делалось так. То есть через симпатизантов, через людей, которые знакомы с Ерболом, со мной. Симпатизантов в отношении нас, разумеется. То есть я это как объясняю? Я думаю, если бы было такое обращение напрямую, это выглядело просто как грубый наезд. А поскольку да, существует опасность. Ты бы мог же про это рассказать, сказать. Вот мне позвонили там из прокуратуры, или из Акимата, или из еще откуда-то, и сказали, почему ты так делаешь. Да. Такого не было, правильно? Такого не было. Но было другое. Но было другое, да. Вот через... Я не называю их имен, потому что если они захотят, они сами об этом расскажут. Звонили через третьих лиц, они нам задавали вопросы. Вопросы, на мой взгляд, очень странные. Кто вам это разрешил? Было ли согласие Акимата? Были ли согласие Министерства культуры? Ну, на что я отвечал? О чем вообще может идти речь? Какой согласие? Какое разрешение мы должны были получать? Их был свободный художник. Мы живем в формально свободной стране, и каждый волен высказываться о том, о чем он хочет высказываться, считает нужным высказываться. Закон о первом президенте отменен и так далее. А в первую ночь, это вот первый звонок был, буквально после выставки, мне позвонили после 12 часов ночи, вот с этими вопросами. И самое главное, что они хотели, они очень хотели от нас получить какой-то текст. То есть, звучало это так объяснительно. Объяснительно? Да, мне было очень смешно, естественно, но я сказал, я объяснить тебе никакой писать не буду. Подожди, но через друга объясните. Да, да, да. То есть, он говорит, вот мне позвонили и просят у тебя, чтобы ты сделал... Перешлю другому, а я уже перешлю куда надо. Куда надо. Да. Вот. Я писать, естественно, отказался, но если очень хочется почитать, я могу выслать макет буклета, ну или там очень много букв, я понимаю, что там не каждый захочет все это читать, но могу в сокращенном виде хорошо вот комментарий конкретно к этой работе. Да. Вот я его выслал, но ночью я проспал уже без дополнительных звонков. А потом, да, в течение этих дней были еще звонки. Примерно набор вопросов, примерно такой, кто вам разрешил. А, и еще такой момент, это же, в общем-то, я считаю, вот эта работа Ербола, она еще о конспирологии. Пять версий подъявления автора, да, она еще вот как бы иронически отсылает вот ко всем возможным там и невозможным версиям, как и почему, что произошло. Вот очень много, конечно, конспирологических теорий. Кто вам это заказал? Да, да, да. Кто вас попросил это сделать? Да, причем я понимаю, эти вопросы, понимаете, это вопросы из другого мира просто. Это вот из мира, извини, Вадим, халуев и халопов, да, то есть из мира кланов. То есть я понимаю, что вот человек, который задает этот вопрос, вот он живет в этом мире, где он сам, видимо, является частью клана, членом клана, и что ему противостоит, или его клан противоборствует с другим кланом, и вот ему важно выяснить, важно выяснить, какому клану принадлежит Ербол и я. Кто за вами стоит? Да, кто за вами стоит? Кто вам заплатил? В чьих руках вы инструменты? Да, да, да. Ну, конечно, это просто смешно. Как я уже говорил, Ербол свободный художник. Вообще трудно быть, вот трудно вести себя свободно в несвободной стране? Я думаю, вести себя нет, вести себя как раз, я думаю, нетрудно, а жить, да, я думаю, иногда непросто. А вот это все стоит денег, это все достаточно дорогостоящее, как минимум, в изготовлении работы, да, то есть все-таки, все-таки, кто вас поддержал и кто, скажем так, и на каких условиях дал деньги на осуществление выставки? У нас два спонсора на этом проекте. Первый, кто откликнулся, это Айтас. Это Айтас, селектолог Баев, глава агропромышленного холдинга. Это компания такая? Да, 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 да. Мы, он с Ерболом был знаком раньше, и вот у нас была встреча, на которой мы рассказали о том, что хотим сделать, рассказали вот о выставке, очень дорогая выставка, естественно, это, на мой взгляд, это самая, наверное, дорогая персональная выставка современного художника в Казахстане, которая сделана некоррупционным способом, так скажем, потому что в Астане, мы знаем, там всякое бывает, и там совсем другие бюджеты, о таком в честных, так скажем, отношениях, когда куратор со спонсорами находится в честных отношениях, это вот действительно такая самая дорогая выставка. Селектолог Баев оплатил производство работ, производство работ, буклет и мой гонорар. Сумму, согласно договору, мы не имеем права озвучивать. Я, если честно, не думаю, что для меня это не проблема, я готов озвучить и сумму, сколько мы потратили, и какой мой гонорар. Я думаю, и для Айтаса, если честно, это не проблема, просто вот существует такой типовой пункт в договоре, а то не разглашение и так далее, он существует, он существует. Если вдруг мы придем к решению, никаких проблем нет, чтобы это озвучить. А второй спонсор это Целинный, Центр современной культуры Целинный. Они оплатили аренду зала, подготовку зала к выставке, ну, то есть, вот эти все счеты, подиумы, пиар-компания, по-моему, совместно с Айтасом сделали фуршет, ну, и вот поддержка, сопровождение выставки, это оплатил Целинный. Вот такая экономика. А, кстати, могу сказать, за бюджет мы все равно вылезли, мы все равно с Керболом не очень хорошо просчитали, сколько нужно нам денег на производство. Мы попросили очень большие деньги у Сирика Толукбаева, у Айтаса, он нам их оплатил, он нам предоставил эти деньги, но их оказалось недостаточно, и вот, например, вот эту работу падения автора, главную, как я сказал, самую громкую работу нашей выставки, Ербол частично, может быть, даже большую часть оплатили своего кармана. Да, 80% из своего кармана. Привет, Ербол. Да, еще вот по поводу того, что это опять же вопрос о конспирологии, много слухов ходит, до нас они доносятся. организаторы не знали, никто не знал. В Алма-Ате вот до открытия выставки о том, что мы выставим, что это будут выставлены именно памятники Назарбаева, знали вот буквально мы с Ерболом и дизайнер и переводчики текстов, потому что, в общем-то, в текстах буклетия отмечено там об этом говорится, что это памятник Назарбаева, вот буквально вот 4-5 человек знали об этом, самый такой русский круг. Как я уже говорил, мы до последнего тоже думаем, не из страха, не из-за цензурных соображений, из-за вот чисто технических и художественных соображений. Вы не знали, успеете или нет? Да, 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 мы не знали, успеем, нет, но потом, Ербол, вот я как уже говорил, он же большинство работ, они существуют, ну, как минимум, как минимум в замысле, в нескольких пластических решениях. И вот какую именно, какую именно в конце концов Ербол решится выставить, это вот исключительно. Какая-то была взаимодействие, работа, согласование со спонсорами в момент производства, в момент подготовки, обсуждение концепции, то есть вы каким-то образом согласовывали все-таки то, что вы будете делать или нет? Нет, 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 это же, ну, как это выглядело, как это выглядело, вот мы, у меня был предварительный текст уже концепции, который, кстати, тоже изменялся буквально до последнего два месяца, пока я его не сдал в типографию, у меня был условно назовем его черновик концепции, у меня было описание нескольких работ, ну, с десяток, наверное, 8-10, потом еще добавились, вот были эти тексты, мы приходим к спонсорам, говорим, вот у нас есть такой проект, я говорю, что это будет лучшая выставка Ербасына Мельдебекова, я говорил буквально дословно, самонадеянно, понимаю, может быть, сильно переоценивая себя, что это будет лучшая выставка современного искусства, да и вообще искусства за всю историю искусств Казахстана, вот буквально что я говорил. Таким образом ты проект продавал? Да, 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 это я говорил и Целинному, это я говорил и Айтасу, я говорил о том, что Ербол сейчас, это художник, который находится на пиковой своей форме, эту выставку, эта выставка будет пиковая выставка, я считаю, я ни слова не обманул, я говорил, что это будет очень громкая выставка и здесь мы полностью ответили за свои слова, что называется, да, вот так это выглядело, какие-то работы вот уже существуют, вот например, у нас в общем-то большинство работ это ремейки старых работ, вот, и мне, кстати, если честно, мне тоже казалось, что акценты будут несколько другие, да, опять версии падения автора очень громкая, очень яркая работа, вот, но там Саульскую революцию я ценю больше, или Кавалла, продолжение вот этих серий, которые выполнены из копыт, конских копыт, мне тоже очень нравится, Брат мой, враг мой, Прощай брат, вторая версия работы, тоже очень, очень такая акцентная, очень сильная работа, то есть, то есть, вот так вот было, и как, кто в те, а все-таки, а все-таки, и Вайтаси там специалисты, там большие поклонники, кстати, творчества Ербола, Целлины, Целлины, это вообще их профиль, современное искусство, они это изучают, и Ербол, мягко говоря, фигура известная, да, поэтому они тоже, они понимали, что здесь, здесь, здесь будет очень хорошее качество, здесь будет, здесь есть возможность поучаствовать в очень хорошем проекте. Еще раз спрошу, никаких указаний или никаких цензурных соображений у спонсоров не было? Нет, абсолютно нет. И они никаким образом в вашу работу не вмешивались? Нет, абсолютно нет. из работ, которые не представлены на этой выставке, да, вот ты как куратор, какие работы ты можешь назвать в качестве базовых, на которых потом вот родились те работы, которые здесь? Я говорю не о ремейках, а о концептуальных высказываниях, которые были в прошлом и которые вот потом привели к тому, что мы сейчас видим, и вот люди ходят, смотрят, очень много людей, толпы поклонников, толпы интересующихся. Вот, что было в прошлом, что это породило, на твой взгляд? ну, если честно, мне кажется, вот импульс, я уже говорил, что вообще вот этот концепт, этот образ, эту метафору с бураном, с космическим кораблем, потерянным в космосе, Ермол задумал очень давно, вот 5-7 лет назад, вот он уже тогда говорил, что вот я хочу сделать такую выставку. Причем, если честно, мы же ее тоже, мы ее задумывали, мы ее задумывали уже как, вообще, выставку, которая прошла два года назад, «Точка становится кругом» или «Темные призраки светлого будущего», мы сразу задумывали, как первую в диптихе, да, то есть, мы хотели, хотели сделать сразу же вторую выставку, ну вот, а это 21-й год, это еще до январских событий, это еще, ну, условно, такой застой в политической жизни в Казахстане, в Центральной Азии, война еще не началась, вот, то есть, мы хотели сделать вот эту очень многословную, многословную выставку «Точка становится кругом» или «Темные призраки светлого будущего», там было очень много новых работ, а следующую выставку сделать минималистичной, то есть, это, ну, такая тотальная инсталляция в духе Кабакова, может быть, но от Едбасына Мельдебекова, да, все изменило реальность, произошли январские события, началась война, естественно, Ербол очень чуткий художник, вот, очень-очень быстро, чутко реагирующий на изменения, а ситуация изменилась радикально, ну, как ты понимаешь, и, естественно, он, как художник, уже не мог на это не реагировать, и поэтому возникли, вот, просто, просто, Ербол стал фонтанировать идеями, он, 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 поэтому и Буран Байконур мы полностью переформатировали, то есть, то, каким он изначально задумывался, это был, должен был быть совсем другой проект, вот, а тут новая ситуация, новое время, новые контексты, они потребовали уже и новых работ, что Ербол и сделал. Кстати, мне кажется, большинство художников до сих пор находятся в таком состоянии гроги, они не понимают, что делать, вот, как, как реагировать на эту, на новую, изменившуюся реальность, вот, сила Ербола в том, что он знает, он отреагировал, вот, я считаю, и сила нашей выставки в этом. Вот, это помещение, и то, каким образом вы с ним обошлись, да, то есть, вообще, насколько было, здесь хорошо работать или трудно работать с этим залом? Нет, трудно работать, это зал, он, он, в общем-то, не приспособлен для таких выставок, но, я считаю, это очень большая удача, что нам попался именно этот зал, потому что, ну, вы видите, здесь просто вот эта серия из вот, пять версий падения автора, она здесь очень хорошо работают, ну, в общем-то, какой бы трудной задачи ни было, экспозицию надо выстраивать, на мой взгляд, мы сделали очень хорошую работу, и, ну, я считаю, это, ну, в этом смысле, Ербол всегда безупречно делает экспозиции, удача в том, что, как я уже говорил, Целинный предложил нам несколько вариантов, предлагал нам несколько вариантов зала, где это можно, поскольку они занимались арендой, вот, и, когда, вот, поступило предложение в этом зале сделать, ну, мне этот зал понравился сразу, я понял, что мы здесь можем хорошо поработать, трудно, трудно, но, но, мне кажется, у нас получилось. Это зал, это дом армии, это здание советского модернизма, да, то есть, это вот эти огромные, вот, даже я не могу назвать их люстрами, да, какие-то. Да, это такая подавляющая архитектура, да, это в том числе. Вот, и вообще, конечно, вписать вот эту выставку и вписать эти работы сюда, вдруг оказалось достаточно естественным. Как, как это у вас получилось и как это состоялось, это, конечно, загадка. Нет, мне кажется, у нас же, в общем-то, проект об этом, то есть, это, действительно, это помещение, оно выглядит просто, как, какой-то, местами напоминает, вот мне напоминает вот эти детали декорировки галереи, просто обшивку космического корабля. В общем, советского космического корабля. да, мне кажется, наоборот, это такой придало особую атмосферу, подходящую нашему проекту. к нам присоединился Ербосын Мельдебеков. Ербосын, привет. Привет. Поздравляю с выставкой, поздравляю с успехом, с огромным вниманием, которое вы вызвали за достаном этой выставки. мне кажется, это заслуженный успех и абсолютно адекватная реакция на конец общества на то, что ты делаешь. Вообще, тебе продвигать свое искусство вот эти годы было трудно, чтобы находить понимание, или нетрудно? Какое у тебя ощущение от своей деятельности, от того, как люди реагируют на тебя? Да. То есть, в смысле, успех, не успех, я не знаю, но в смысле, я хотел, естественно, спонсору Серика Толухбаеву, ну, естественно, потом Ацелинной поддержали, потому что многие не поддержали, ну, естественно, потому что я же, я немного не политкорректный художник. Это я не говорю в том, что все должны политкорректно как-то таким художником, как я. Ну, я стараюсь держать марку Коксерек. Коксерек всегда, он был неудобный, неприятный, всегда, вот, всегда, всем делали каталог, Коксереку нету, просто всегда вот рамку как-то, наверное, продолжаем. Ну, насчет успеха, не успеха, я не знаю, но было тяжело, да, очень было тяжело, потому что, то есть, мы долгие, то ищем спонсоров, очень долго ищем спонсоров, поэтому иногда находим, то есть, чуть-чуть как-то, как-то, то есть, это такой процесс, просто, видишь, а так, что удался, что не удался, ну, пока не знаю я. Это вот тяжело. То есть, традиция нонконформизма от галереи Коксерек, ты ее продолжаешь по сей день? Вот, Коксерек, вот, я считаю, смотри, Вадим, ты знаешь, потому что много групп по полу, то есть, в смысле, вот смотри, вот некоторые читают гениальным, да, спора нету, некоторые, вот такой приятный, он продолжает свою линию, там, как-то, художники есть, просто, видишь, несколько групп, ну, нормально. Но у нас Коксерек всегда, он, как-то, вот как, просто такой неудобный. Наверное, вот в этом смысле вот мы держим просто, вот, наверное, вот эту марку. Это очень хорошо, из Коксерека вышло очень хорошие политики, да, очень хорошие политики, можно ультра, я не знаю как, ну, нормальный политик. Из Коксерека даже вышли очень, очень потрясающе авантюристки, авантюристка, или как там, потрясающего государственного масштаба. Ты знаешь, я знаю, кто, о ком. Из Коксерека всякие просто, видишь, там, и Союз художников очень хороший, как там. Я считаю, кажется, свой путь, нормально, поэтому с достанным, как это, в смысле, эту неудобную марку держим, неприятную, или как там. Я считаю, искусство тоже имеет право быть как-то вот так, не всегда быть комфортным. Неудобным и неприятным. Да, да, неудобным, неприятным, то есть это тоже как-то, видишь, это тоже как посыл, это тоже имеет право существовать. Ты все время делаешь работы, прямо вот действительно все время делаешь работы, которые пророческие, да, то есть, то ты сделал работу с падением автора еще в 22-м году, работа была готова раньше, и тут происходит Кантар, и происходит вот это самое падение памятника Назарбаеву в Талдыкургане, да, а вот какие-то вещи совершенно четко предсказаны в работе «Брат мой, враг мой», да, на этой выставке это уже «Прощай, брат» с двумя пулевыми отверстиями в бронзе, да, направленные друг на друга. Ербов, скажи, пожалуйста, война будет или нет? Я надеюсь, 60% не будет, 40% все возможно, 60% я думаю, просто как если это не от того, что я, я политолог или кто-то, нет, всегда у художника есть чувство, потому что я надеюсь, это не будет, потому что пик того уже сейчас идет, пик, вот бывает пик, ну, я надеюсь, я надеюсь, я не знаю просто, видишь? Что значит пик? Пик пройден, по твоему мнению, или пик еще не пройден? Нет, пик сейчас пройден, процесс пика уже когда, это от того, что все устают от этого, вот, это очень хорошо, все устают воевать, устают, вот, вот симптомы есть, потому что здесь несколько версий, потому что экономика дает о себе знать, и другие проблемы, и мир, и земной шар устают просто, видишь, вот, я думаю просто, 50%, но при этом война разрастается, да, то есть, одна война, потом две уже, три войны, ну, это же, Вадим, я же не политик, просто, видишь, я не подстегнул, просто я свою версию, ну, если какие-то версии, не от того, что я не Кашпировский, или кто-то, проблема в том, что, вот, в детстве я увлекался альтернативной историей, архив Африки, то есть, в смысле, как развивался история, я безумно любил историю, просто, историю Африки, всего, ну, та, которая у нас, после распада Советского Союза, это очень похоже, что творился в Африке, Конго, Патрисо Лумумба, это все просто, там, там, что не надо, вот, идея Патрисо Лумумба, хотел как, Африка общий был, один император, ну, в общем, такой, неокоммунист, и дальше, ну, что получился, того и получился, это очень похоже, и потом, я работаю, вот, давай будем считать, то есть, в смысле, много художников есть, да, сейчас много направлений, там, то есть, очень хорошие художники, там, несколько направлений, то есть, мы, то есть, в смысле, у нас немножко ближе к локальным контексту, когда говорится о том, что Кабаков, это очень важно, вот, брать, я понимаю, вот, московский концептуализм, это мощнейший локальный контекст русской культуры, надо, то есть, понять это, просто, когда многие просто у нас делают, да, такой, ура, я не хочу просто, видишь, как, то есть, это очень сложно переписывать, что это не связано с локальным контекстом, там, молодые художники, которые, там, многие сейчас живых нету, просто, я понимаю, они не работали локальным контекстом, я понимаю, они просто так, ты имеешь в виду, что они живут здесь, а работают с контекстом не здешним, допустим, московским или европейским, нет, 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 а что ты имеешь в виду? в смысле, говорю, ну, они похожи, да, на другие, там, московский концептуализм, или там другие, молодые, просто делаются, там, просто, видишь, я считаю, это тоже нормально, вот, когда я говорю, пример московского концептуализма, это мощнейшее, это литературное искусство, это Гоголь, рассказы Гоголя, Кабаков, это вообще, он литературный язык, с него сделал искусство, потом, это очень важно, Кабаков поставил свою автобиографию, поставил вперед, а после этого, то есть там, коммунальный, всего-всего, он очень хороший рассказчик, можно знать, он мощнейший художник локального контекста, очень важно, и я тоже считаю, просто, я не считаю, что быть надо всем Кабаковым, или как-то, локальный контекст, это очень важно, то есть, что я хочу делать в моих работах, то есть, для меня центральная Азия общая, я не делю там казахские искусства, там узбекские, это чушь просто все, это общий центральный азиатский локальный контекст, для меня это важно, и поэтому, когда я работаю, Туркестан, ну, можно считать как-то, Туркестан, можно считать, что там центральная Азия, средняя Азия, разные, не важно, я с одного проекта кидаюсь в другой проект, с этого в другой, то есть, а вокруг это меняется, я понимаю, я, многие думают, вот сейчас тоже нас, в той смысле, вот, меня обвиняют в том, что вы, как сговорились, наверное, заказ, вот, как утром сняли в Астане библиотеку, или где-то нам скульптуру, а вечером вы открыли, то есть, наверное, вы согласовали, нет, потому что, когда ты работаешь локальным контекстом, это происходит очень похоже, ситуации, которые, как в твоем проекте, я считаю, очень важно, потому что для меня это очень важно, очень похоже, а так, то есть, остальные все, это не важно, или этот проект, который вот, с этим, постистория, да, вот, мы делаем, какое-то время, как будто мы согласованно действуем, вот, то есть, мы делаем проект, постистория, потом президент дает, вот, я все, то есть, в смысле, ухожу, как будто, как в нашем проекте, потому что у нас проект двигается, и как будто, какую-то роль, реальность, да, то есть, проникает в наш проект, потом мы туда проникаем, и вот, вот так. Вы взаимодействуете с реальностью, где-то вы забегаете вперед, где-то она забегает вперед, да, да, но при этом вы эту реальность чувствуете, просто потому, что ты находишься в локальном контексте, в нем живешь, в нем двигаешься. Да. Вот, русский авангард для тебя, это же не просто художественное явление, это же для тебя политическое явление. Это, это бесспорно, потому что я... Да, и вот как русский авангард сейчас зашел, все сделал, так русский авангард уходит из Центральной Азии, и какие будут последствия ухода русского авангарда, как политической системы? я не считаю, русский авангард, он застрял в Саланге, это я имею право, то есть художник, когда каждый проект у меня связан, этот проект сейчас, да, давай вот сейчас, ну ладно, давай это скажем, русский авангард, русский авангард, я считаю, он застрял там, в Афганистане, вот это вот, помните, вот я, это прекрасно, очень хорошая работа, работа Малевича, то есть других, я не беру, главное у них как, вот это, как это, в смысле, вот пропагандист, главный, то есть в смысле, хотел что-то создавать, даже вот этот, родоначальником дизайна всего, ну, это Лисицкий, потому что я взял главного, вот мотора, он хотел, помните, в смысле, это интернационал, третий интернационал, всего там, мир надо везде, даже очень замечательный плакат, и у нас есть, он хотел межпланетный, это тоже дало очень, то есть хороший толчок нашему проекту, то есть как Лисицкий, и Гарри, в том числе, идея нового человека, то есть да, можно, максизм, русский авангард, всего, очень важно, идея нового человека, что, то есть идея нового человека, когда он делает, и создают, говорят, бросьте кисточки, бросьте там краски красить, только владеете там этот циркуль, то есть чертите, геометрия, и все, ну, это просто после этого наплыв геометрии везде, ну, как начали, и влияние и Туркестану, то есть Центральной Азии, и то, что тоже, то есть в смысле Центральной Азии, очень хорошая группа, вот, когда говорят о том, что вот, туркестанский авангард, да, много споров есть, есть, нет, но все равно это группа, который, в смысле, вот, очень хорошая, Волков, это, я считаю, это самая важная фигура Центральной Азии, то есть, в смысле, вот, и поэтому та группа, которую пытались сделать, и, что важно, то есть, это группа Волкова, очень важно, потому что, смотрите, Волков как делает, очень похоже, как Малеевича, вот, геометрические штучки, да, потом туда внедряет фигуративную живопись, восточный такой, колорит темный, там, всего просто внедряет, просто я взял их работу, большинство, в смысле, Волкова, и потом немного, там, Схпаева, и остальных, я убираю все эти фигуративные, я очищаю просто, иронию просто, и выше моего, просто я убираю, и та линия, которая геометрическая, я создаю, вот, вот, где же, вот, муравьи делают линии, как самолет, у них есть линия, вот, как дорога есть там, хотя мог вот так летать, вот так летать, нет, у них линия есть, точно так линия туркестанская авангард, которая художники, когда убираешь все эти фигуративные, у них линии, остаются все линии, а я по этой линии, я создаю свое, и создаю свое, и дальше его просто выставляю, просто говорю, и очень важно, это, и совмещаю, вот, с мусополитическим авангардом, потому что Саурская революция, это было столкновение двух, двух скоростей, то есть, это, в смысле, идея нового человека, будем считать, политический авангард, который, в смысле, вот, Советский Союз, говорит о том, что вот, интернациональный долг, всего, это, я считаю, это последний удар, ну, после этого, после Афганистана, уже другая риторика, уже, я не знаю, то есть, ну, может, некоторые по-другому думают, я считаю, после, после, в смысле, вот, Афганистана, вот, риторика русского авангарда, или, в смысле, там, как-то делать, там, идею нового человека, будем считать, ленизм, марксизм, уже, очень тяжело, как-то, искать оправданную, просто, он там просто завершился, после этого, Жириновский, уже, у него имперский просто проект, Путина, потом все остальные, а вот авангард, я считаю, там просто. Он закончился, то есть, он закончился, он застрял в афганском Саланге, ты деконструируешь, ты занимаешься, вот, расчисткой смыслов, у тебя работы, все больше и больше уходят вообще в какую-то опалубку, да, то есть, ты выставляешь уже не скульптуры, а то, что, из чего скульптуры делаются, да, ты вот деконструируешь, вот разрушаешь, разрушаешь, вот разрушение, это для чего? Ты деконструируешь советские мифы, казахские, да, там, начиная от, гони Мурадбаева и заканчивая Джамбулом Джабаевым, вот, что за расчистка тебе нужна? Если, вот, до точки ты дойдешь, что ты будешь делать дальше? То есть, когда ты перестанешь разрушать, к чему ты придешь? Вадим, очень хороший вопрос, давай я скажу, для меня очень важна искусство составляющая, поэтому, вот, ну, я, и потом, я воспитываю немножко старомотно, поэтому, это вот, в смысле, вот, жертва, вот, какие-то, кочевники, всего, но иногда, с этого я хочу, иронию делать, это не важно, самое важное искусство, искусство составляющая, если ты сделаешь искусство составляющей, здесь амбивалентно, ты можешь вот так, вот так, везде может плести, в этом проекте, который, не, это важно, я просто, естественно, мы живем такое просто, кто есть, кто все знает, какие сталинисты, я ирония, это не важно, важно в том, что карагач, это такой материал, ты его просто, видишь, то есть, после сушки, он, еще 7 лет будет движение, и с него делать мебель, очень плохо, поэтому, такой просто, видишь, такой характер у него, и я делаю мокрый, карагач, скульптуру, мультиками, да, специально закрыли саллофаном, и перед выставкой мы его открыли, в конце, то есть, в смысле, выставки, там, месяц будет выставка, он будет обретать другое, вот так, видишь, как он будет мутироваться, вся идея в этом, потом, это вот, это сталинизм, эти все процессы, там, семья, которая, вот, я вот, когда я был маленький, мне понравился, я хотел быть, Павлик Морозом, потом, Ганимурат поем, комсомол, потом, эти все, и пошли просто, видишь, как, ну, я втянул, ну, где-то там нормальные люди, просто, видишь, в каждом возрасте моем, были кумиры, ну, такой иронии, но это не важно, важно в том, что Карагач, во время, то есть, в смысле, месяц, он будет обретать другой, в смысле, другой форму, где-то трещин, потому что природа его делает, может, ты знаешь, в Алма-Ате тоже, когда делает асфальт, а через какое-то время, да, это асфальт, вот, когда вот, превратится в какое-то движение, потому что земля здесь, постоянно вот, не просто так, да, да, вот точно так Карагач идти, или этого проекта делают, здесь, в этом проекте, много там хайпа, спрашивают, наверное, заказывают, да, да, много-много, это тоже очень важно, почему это выставил, потому что, да, здесь было очень тяжело, то есть, в смысле, как, мы в одном месте хотели выставлять, там было пять версий падения автора, и текст тоже, да, в каком-то смысле, я подставил до стана, в этой выставке я много подставил до стана, и спонсоров, я понимаю, потому что, но, я не мог этого не делать, потому что я, я согласовал в одном помещении, да, вот, типа такой галереи, какая у Мики, да, это пять версий, там шикарно, хотя бы это очень маленькие, там только двух версий, потому что, вот так, все упавшие, и этот, в смысле, вот, подиум ближе к стене, это шикарно будет смотреться, потом мы поиски зданий, да, вот это превращаем в одном скульптуру, пространстве будет, долго думаю, эти проекты не то, просто, видишь, потом я начал думать, потом последний, я же несколько вариантов думаю проекта, вот смотрите, вот памяти неизвестную Батыру, потом глобализированную версию, Гатами Латшкуру Чингисхана, и здесь тоже, даже в некотором смысле, я говорю, дастан смотрит, я просто подставляю его, говорит, он ко мне вот так и трясется, говорит, ты что, говорит, какой, а я, видишь, я даже студентом был так, вот, я учился канатом Ибрагимовым, вот, завтра выставление, а я порвал все свои работы, и начинаю, и канат, он просто, видишь, со мной постоянно, как нянька, просто, видишь, точно так здесь, я понимаю, да, я понимаю, моя ответственность, то есть перед спонсором, перед этими, да, я, в некотором смысле, я подставил, потому что здесь должно быть другое, ну, когда мы поняли в том, что этот будет, это пространство, это, то есть, это думать, пять версий, да, вот, то есть, проект, который упавший, это просто не то, это, и потом, у нас была космическая тема, Буран-Байконур, главный проект, он держал всех, всех держал, то есть, в смысле, как, этот легкость, воздух, космос, ну, мы не могли его делать, по моей вине, потому что, там надо было заказать, из этого, то есть, в смысле, там, там средства не так, да, большие там просто, и я сделал главным здесь, да, спонсор дал здесь немножко, 20 процентов, он, хватило, остальные, что я имел дома, из родственников, все деньги грохнули сюда, самого главного проекта, это, я не думаю, что хайп просто всего, здесь очень важно, потому что, здесь, вот, то есть, 30 лет ты можешь сидеть, да, это очень важно, сейчас просто, он потерял власть за 3 секунды, 30 лет и 3 секунды, сейчас будем мы обговаривать, даже мы в чем-то, в процессе, вот, вот с тобой мы обсуждаем, да, теперь тему, эту название, вот, добавляем, процессы, потому что мы постоянно достанем процессы, вот, вот, да, это большая беда, я считаю, я не готовлюсь, чтобы, вот, есть художники, которые делают композицию, и он до конца делает шикарно, как дизайн делает, выстрелить, а я, я не до конца думаю, для меня 80% важна, искусственная составляющая, важна, этот проект, который я, в смысле, вот, 3 секунды я растянул, как он упал, я посмотрел, как упал, сколько тонн, сколько метров, там просто, во сколько он упадет там, и 3 секунды он упал, он оторвался с этого гранитного педестала и упал на землю 3 секунды, раз, два, три, он упал, и вот это важно, об этом, это космическое время, да, вот такой скорость, как у Лисинска, я его растянул долго, и каждым направлением я делал скульптуру, то есть важно об этом просто, просто. Но в то же время ты публицистику все время включаешь в свою работу. Да, 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 есть, есть. Вот эта гора, да, которая с одной стороны кыргызская, с другой стороны таджикская, работа, когда два современных псевдоученых спорят, чья это гора. Да, точка, главная, нет, не гора, точка, 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 да, за точку, географическую точку они стоят. И ты просто взял и включил видео, где они друг к другу говорят что-то, но на самом деле никого не слышно, потому что говорят одновременно и каждый свою версию. потому что сейчас время такое, никто никого не слушает. Это время такое сейчас, никто никого слушает. И вот последствия, потому что Поэтому они, да, можно было бы по-разному, потому что, да, эту хотел вот так повесить, ну, здесь вот мне тяжело было, да, это было вот так повесить, было бы хорошо, просто, видишь, вот как в космосе. Ну, все эти, каждой идеей мы думали с этим, с космосом. Нет, ну, работа абсолютно работает, да, сильно работает. А в какой момент здесь для тебя возникает искусство? Вот где здесь ты вдруг ловишь искусство? Они спорят о точке. Они точка, он точка, он чисто геометрический, он же высота. Это вот Сталин тоже увлекался с этим, да, вот, говорит, эстетизация коммун, когда он состоялся, все, начал заниматься эстетизацией коммунизма, пригласил немецких ученых, то есть надо выяснять, то есть где самая высокая точка Советского Союза. И выявили там высокие точки, то есть где-то Таджикистане, и еще там, там, и потом же понеслось там. Он хотел как целый ученый, там, как греческий Олимп хотели создавать. И поэтому же там везде вся есть, там, то есть пик этого, пик этого. Пик коммунизма. Да, пик коммунизма, Ленина, там, пик Берия, пик всего. В общем, навалом просто. Это как помимо близкого, вот такой греческий Олимп просто. Поэтому здесь спорят о точке. Вот чисто геометрические точки, это ближе к космосу, да, они спорят, это тоже наше, это тоже наше. Я понимаю, когда спорят нефть, земля, что-то делают, а здесь они спорят о точке, то есть все. И потом их точка, вот, иногда просто полный абсурд. Они, как, вот, в состоянии, там, научное состояние всего просто. Ну, это не важно. Важно в том, что они спорят точки. Это просто ближе к космосу, поэтому я вот включил к этому проект. Одна из работ, она у тебя прям серийно повторяющаяся, да, вот эта самая Кавали, да? Да, да. То есть это, начиная с памятника неизвестному завоевателю, который был... Нет, памятник неизвестному Батыру. Батыру. Бату считать, то есть это связано локальным контекстом Казахстана. Это после 90-х годов много начали выявлять Батыров, их стало много так много, и вот я вот так, то есть в смысле. И потом я придумал ее просто, когда я выставлял в других странах глобализированной версии в Гатами-Латшкуру Чингисхана. Да, вот так. А почему сейчас уже настолько страшны вот эти самые лапы? А, лапы, ну, потому что, видишь, как... В некотором смысле я уничтожаю свои работы, предыдущие работы. Вот, видишь, как, можешь помнить, у меня работа все, многие мои работы взаимосвязаны, вот, как будто общий рассказ, вот, даже иногда я придумываю вот так просто, видишь, как, название своим работам. Так, ты, коммунизм, это где-то вот, это макушка человеческого организма. Пуповина у меня есть конкурс там, в одном месте, в Ташкенте, в котором постоянно меняется памятник. Глаза, этот проект, потому что цвет меняется, только эти цвета. Вот, когда влиянием, ну, здесь чисто просто, видишь, логальным контекстом связано, если, почему такой цвет, ну, как, то есть, в смысле, влияние всего просто. И как-то так просто, видишь, вот, 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 с этого вот тоже вот делаю. Всегда я возвращаюсь к своему проекту. И наступает новое время, время мутируется, и он, в смысле, как это животное, которое конь, это еще можно было как-то обсуждать, он превратился чуть ли какой-то, как, похоже, животному доисторическому, где-то динозавру просто, видишь, вот, да, вот так превратился. Здесь где-то, ну, это вспомогательные проекты, потому что, видишь, я вот прошелся просто и все, а самый важный проект, вот, этот проект, я сделал. Долго делал, по-моему, уже больше 10 лет вот этого, то есть, закончил, я думаю. Только надо в большом формате краски делать постисторию. Это новая работа, и это новая работа. Вот я буду начальный, вот, это первый эскизный вариант. Я буду делать его дальше. Очень важно, потому что размеры выяснять. Я долго работаю, долго выясняю. Для меня очень важно из разных сторон. А потом в локальный контекст важно. И общий, как-то, видишь, движений. А потом я выбираю просто работу. Твои видеоработы, видеоперформансы, да, которые были достаточно жесткими, когда ты, ты как герой по тюбетейке, и тебя били по щекам, да? То есть, сейчас это превратилось в цитирование такой новой работы «Шучу». То есть, одновременно отсылка к «Чу» с «Коноплёй всей истории». И вот с этой вот уже шуткой, которую шутить не хочется, но смех вырывается. А вот здесь какая линия? Как ты шёл вот по вот этим рассказам? Это старая работа, это не новая. Новая после этого, там, два-три кепки. Постоянно в одной кепке я делаю разные работы. Вот с «Хантаром» связано у меня, я считаю, очень важная работа я делал. То есть, эту работу делал и эту работу. То есть, мы с «Хантаром», вот, который, и эта работа. И поэтому я всегда говорю в том, что вот… Извини, с «Хантаром» была на выставке в «Доме 36» с именами. Да, там у меня есть уроки казахского языка. То есть, это очень важно. Я говорю, это серия. Это делал тогда, ну, сейчас просто очень подходит к этому, актуально, вот этому фарсу. И каждый раз делаю того просто, этот проект. Когда я говорю, многие проекты у меня взаимосвязаны, потому что где-то пустота. То есть, где-то там серии. Очень важно, я делаю работу цикличности. Как природа, процесс в Центральной Азии цикличный. Он возвращается, он постоянно. Смотри, постоянно мои работы, то есть, состоит из множеств. Вот как-то, вот там пять, там три, там пять, основное здесь, там одиннадцать. Потом, что? Здесь время вот так текут, как циклично. Не статично просто, циклично. Поэтому это как колесо, возвращается обратно. Потом просто, видишь, как вот так. Просто вот как, вроде 90-х годов, там вот, видишь, чисто вот кочевники, намады, и всё, вроде пережили, теперь обратно. Понимаешь, просто вот так возвращается история, возвращается история. Так просто. Вот безликие портреты тоже у меня цикличные, много. Да, хотя он должен состоять из пяти, или из восьми, или семи объектов. Цикличность просто. Вот мы, это мой язык, цикличность, делать. Ирбов, а чего хотят люди? Ну, люди... Чего хотят люди, когда они приходят и видят твои работы? Чего они хотят, и что они в них находят, как ты думаешь? Ну, эти вопросы, Вадим, я не знаю, что они хотят. Но они всякие спрашивают, кому-то нравится, кому-то не нравится. А когда не нравится, что говорят? Ну, они ищут разные смыслы. Размыслы, смыслы. Ну, пытаюсь иногда им объяснить. То есть, поэтому, просто, видишь, кто-то ищет разные знаки, ищет. Кто-то, просто, видишь, вот, наверное, это очень сложно, вот, как-то, вот, делать. Вот, как-то. Ну, кто-то спрашивает, очень хороший вопрос задают. Вот, недавно тоже очень хороший. Написали текст, что я хотел бы, просто, видишь, там, 3 секунды и 30 лет. Очень хороший вопрос. Ты видишь, вот, очень точка попадает. А некоторые по-другому просто, видишь, как. Ну, очень важно, то есть, как. Я пытаюсь работать локальным контекстом. Очень важно, мне интересно. А что такое архаика? Это, вот, качество прошлого или это просто шаблон и не качество? То есть, что сейчас называется архаикой? Нет, в смысле, архаика в моем понимании, в том, что вот этот, который непонятного вещи, непонятного процесса, эстетизировать его надо. Найти как-то, вот, какую-то свою месту. Вот, я считаю, как говорят греки, искусство отражения природы. Это очень важно, потому что, ну, я не знаю, это, для меня это очень важно, потому что художник должен реагировать, я понимаю. Ну, есть много художников, которые скажут, черт с ним просто, все нормально, просто, видишь, это тоже имеет право существовать. Ну, я тебя хочу еще раз поздравить с такой выставкой. И не только с тем, что она прозвучала, а с тем, что ты действительно поймал искусство. Ну, это время, Вадим, это время покажет, время, это очень важно. Ну, мы как современники же можем иметь свое мнение. Да, да, да. Я считаю, каждый должен обстаивать, каждый должен спорить. Как я с достанным спорю, даже иногда до драка, когда будет, он иногда не уважает старших. Ну, вот, ну, этот процесс, что странно, у нас вот, который спонсор, тоже очень хороший, мы с ним тоже спорим, жутко спорим. Да, очень хорошо, вот этот сервис Толл Пайбу спорит, он тоже как-то пытается что-то доказать. Мы спорим очень, и поэтому я считаю, это очень важно, когда спор, доказывать что-то, это как-то процесс. Поэтому, Вадим, хорошо, спасибо.